Мне кажется, очередная шпионская история в Москве это как раз из серии пиара, а не из серии каких-то реальных дел. Потому что любой человек, который вообще хоть как-то знаком с внешней политикой, с тем, как работают дипломатические службы, знает, что третий секретарь посольства, политический отдел, это, как правило, штатный резидент спецслужб. Это в нашем посольстве, в том же самом Вашингтоне, это в американском посольстве, в Москве. То есть здесь никого выявлять не надо. Когда человека назначают на эту должность, это фактически в открытую. Говорят, вот этот человек представляет интересы, в данном случае, соответственно, ЦРУ. И зачем устраивать весь цирк с его поимкой? Это только для дополнительного внешнего потребления, для публики, для того, чтобы сделать очередные жесты. По-видимому, это для чего-то потребовалось. Но в целом вот эта шпиономания, волна антиамериканизма вызывает лично у меня большое сожаление. Я считаю, что сейчас надо не ругаться, а надо наоборот искать точки соприкосновения.